Началось заседание с торжественного момента. Начальник управления Росгвардии по Мордовии, полковник полиции Андрей Каринкин, вручил государственные и ведомственные награды росгвардейцам, принимавшим участие в специальной военной операции по защите Донбасса. В соответствии с указом президента России за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, два сотрудника специального подразделения награждены медалью за отвагу, один награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Приятно отметить, что все бойцы выполнили задачи в полном объеме. У нас не было среди наших коллег, тех той категории бойцов, которые отказывались выполнять приказы командиров. Мне особенно ценно слышать от слов командующего округом Центрального аппарата Росгвардии положительные отзывы о наших сотрудниках. Это дорогого стоит, поэтому я выражаю огромные слова благодарности наших коллег. Подводя итоги полугодия, было отмечено, что сотрудники ОМОН Аркуда и СОБР Звезда совместно с МВД по Мордовии обеспечили безопасность более 25 публичных и массовых мероприятий. В спецподразделениями территориального управления Росгвардии отработано свыше 100 заданий, в ходе которых задержано более 30 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Проведено более 35 мероприятий по разминированию и обследованию подозрительных предметов. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы рассмотрены свыше 5000 заявлений об оказании гражданам и представителям юридических лиц государственных услуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, 98% из которых в электронном виде. Сотрудниками вневедомственной охраны за отчетный период пресечено 116 преступлений. Экипажи Росгвардии выезжали порядка 800 раз по сигналу тревога. Задержаны 35 граждан, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Более 30 лиц, находящихся в розыске, в том числе 7 в федеральном. В завершении заседания руководством ведомства были поставлены задачи на предстоящее полугодие.